В соответствии с требованиями федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и статьей 35.1 Устава муниципального образования город Магадан, глава муниципального образования Юрий Гришан отчитался перед депутатами областного центра о своей работе за 2020 год. Исполнение бюджетного муниципального образования города Магадан по доходам составило 8 миллиардов 360 миллионов рублей, что почти на 13% больше, чем в 2019 году. Налоговые доходы выросли на 8%, неналоговые на 39%, безвозвездные поступления на 14%. Расходы городского бюджета составили 8 миллиардов 389 миллионов рублей. Они выросли в сравнении с предыдущим годом на 11%. При этом финансирование социальной сферы составило более 2 третий от общей суммы расходов. Виторская задолженность на 1 января 2021 года составила 639 миллионов рублей, что на 150 миллионов рублей меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Муниципальный долг на начало текущего года 1 миллиард 978 миллионов рублей, это на 105 миллионов рублей меньше, чем на 1 января 2020 года. Продолжилось строительство спортивных площадок. В отчетном году введены в эксплуатацию две площадки для сдачи норм ГТО и реконструированы имеющиеся спортплощадки на территории школы 21 и во дворе набережной реки Магаданки 45, корпус 2. Помимо этого реконструированы два мини-футбольных поля на территории школы номер 2 и гимназии номер 30. В поселке Сокол выполнено ограждение футбольного поля в спортшколе номер 5. В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в галерее боевой славы отремонтирован и открыт новый экспозиционный зал в памяти павших будем достойны. Несмотря на пандемию, 96 муниципальных предприятий работали стабильно. В пяти детских садах и школах отремонтированы кровли. В 15 образовательных учреждениях произведена замена окон, дверей и ремонт внутренних помещений. Отремонтирован фасад детского сада номер 2, расположено в исторической части города. На капитальный ремонт поставлен детский сад номер 1. В рамках городского плана благоустройства во дворах уложен асфальт площадью 38 тысяч квадратных метров. Мэр Магадана Юрий Глешан провел прямую линию для горожан. Жители областного центра волнуют вопросы ЖКХ, здравоохранения, благоустройства. Одна из звонивших попросила заасфальтировать тротуар и обустроить двор. Кроме того, магаданцы подняли тему строительства крематория в столице Колымы. Я от имени пенсионеров и пожилых людей зачем собирать в собрание и голосовать, нужен крематорий или нет? Конечно, нужен. И какое еще там совещание должно быть? По конституции же не запрещено? Не запрещено. Женщина объяснила свою позицию так. Люди уезжают из Магадана, за могилами никто не ухаживает. Соответственно, кладбище в плохом состоянии. Глава муниципалитета ответил, звонившись, ссылаясь на федеральный закон. Действительно, в соответствии с федеральным законом о похоронном деле в Российской Федерации человек сам имеет право выбрать предание тела огню, земле или воде. Все три способа являются законными. Всего позвонили около 20 человек. Юрий Гришан поручил разобраться в каждом вопросе. Прямую линию проводят три раза в неделю. Понедельник, среда и пятница с 14 до 17 часов. Телефон 62 50 65. 55 ребятам вручили свидетельства об окончании детской художественной школы. Выпускники из разных отделений. Художественное, декоративно-прикладное искусство и дизайн. Компьютерная графика. Художественное отделение выпускает ребят, которые занимались по двум программам. Общеразвивающее и предпрофессиональное. По второй обучались 8 лет, отмечают педагоги. Сегодня у нас день волнительный, день праздничный, день торжественный. Мы сегодня вручаем свидетельства об окончании детской художественной школы. Вот сейчас вы присутствуете на торжественном вручении свидетельств выпускникам. Именно программа предпрофессиональная. Дети учились у нас 8 лет. Всего в школе обучается больше 350 человек. За последние 50 лет организация выпустила почти 2000 ребят. Многие из них после окончания связали или планируют связать свою жизнь с искусством. Сейчас я заканчиваю художественную школу, последний год у меня в школе. И дальше, получается, я уже по направлению дизайна иду дальше. Открыли школу в 1967 году, а в 1971 состоялся первый выпуск. По инициативе сотрудников организации в Магадане регулярно проводят городские конкурсы творческих работ учащихся, художественных отделений и отделений компьютерной графики, детских школ искусств и детской художественной школы. Бренд «Вечерний Магадан» широко известен читателям. В первую очередь, городской газетой. Но с недавнего времени «Вечерний Магадан» преобразовался в медиахолдинг, включающий теперь и производство телевизионных новостей. В 2021 году коллектив медиахолдинга отметил 31 год с момента образования. Но мало кто из читателей и телезрителей представляет, в каких условиях работают журналисты все последние годы. Наконец-то начали делать ремонт. Потому что было работать просто невозможно. Стены, влага, потолок, шум, сквозняки – это невозможно. Это очень плохие условия. Состояние помещения редакции действительно было плачевным. Плесень на стенах, холод, осыпающаяся штукатурка на стенах. И все это в течение более десятка лет. Но это лето, как оказалось, стало для коллектива «Вечерки» особенным. Мэрия Магадана выделила деньги. Подрядчик был определен, помещение готовится к преображению. Нашему изданию в этом году исполняется 31 год. И очень хорошим подарком стал долгожданный ремонт редакции «Вечернего Магадана». Хотелось бы отдельно поблагодарить мэрию города Магадана и Юрия Федоровича за поддержку в данном мероприятии. Проектная стоимость работ чуть более 3 миллионов рублей. Срок проведения – летние месяцы текущего года. В настоящее время коллектив редакции активно готовится к переезду. Так как на время ремонтных работ редакция будет располагаться по адресу проспект Карла Маркса, дом 33, дробь 15. Наконец-то ремонт. Это большая радость. Но с этим связаны еще и сложности, потому что газета – это непрерывный процесс. Надо уложиться с переездом. Но мы все-таки готовы. Мы уже собрались. Бьем копытом. Временно мы переезжаем. Пока у нас будет какое-то время ремонт. Как отмечают журналисты Вечернего Магадана, путь к началу преобразования был нелегким и долгим. Но от того, что все-таки, несмотря ни на что, результата удалось добиться, возникает чувство удовлетворения. Ну, я тоже очень с большим удовлетворением отмечаю, что наконец-то проект по проведению ремонтных работ в редакции Вечернего Магадана реализуется. Скажу честно, я начинал им заниматься, еще работая в мэрии, руководителем управления по информационной политике. И, ну что ж, приходится признать, да, не быстро, но тем не менее, все делается. С 1 июня в павильоне парка «Маяк» работает выставка «Азбука. Путеводитель по Охотскому морю». Подготовили ее участники общественной организации «Артсоюз», состоящие из сотрудников учреждения культуры. По словам организаторов, выставка – вклад в летний отдых детей. В это время погода в областном центре не всегда благоволит горожанам. Но не обязательно проводить время дома в непогожий день. Можно посетить выставку. Основным контентом и видео, и аудиоконтентом для этой выставки стала книга магаданского биолога, кандидата биологических наук Натальи Анатольевны Поспеховой. Вместе с ней уже несколько лет назад мы издали когда-то книжку. Первое издание состоялось в книжке. Она называлась «Морская азбука для мам, малышей и детишек постарше». А вот эту выставку, такую долговременную выставку, поддержало правительство Магаданской области. В качестве субсидии общественной организации выделены средства. И вот все, что вы сегодня увидите, и наши зрители увидят, все это будет еще дорабатываться и развиваться. Выставка будет работать до сентября. В будние дни график такой. Со среды по пятницу с 12 до 16 часов. В субботу и воскресенье с 11 до 18 часов. Однако организованные группы, например, ребята с детских лагерей, пользуются приоритетным правом. Для них по предварительной записи проведут специальные экскурсии. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok